Наконец-то! Наконец-то мы узнали, сколько бюджет заработал на аренде торговых площадей на площади героев Майдана. 0,0 гривен. Именно столько Терентьев сообщил в эфире 11 канала. Оказывается, это специальная программа поддержки фермерства и что-то там еще. Ну, конечно, вот эти все люди, которые массированно набежали в комменты и начали рассказывать о том, что стоимость ларька была примерно 10 тысяч гривен плюс коммуналка. Они же куда платили? Они сами этого не знают. Они нам бесплатно торговали глинтвейном по 25 гривен в стакан. Ну, что за Беба? За Бебе все ясно. Все наши вот эти потухи, конечно, малодоказуемы. И поэтому в следующем году мы придумали отличный план. Как только начнут расставлять ларьки, специально обученный диверсант пойдет и такой ларек снимет. И уж там мы точно разберемся, кто, куда и сколько платит и кто с этого дела кормится. Неспокойно в КП Ату. Это та самая контора, которая занимается урегулированием вопросов рекламы в Днепропетровске. Новая команда пытается это самое Ату немножко переформатировать. Чупа-чупс, он вкусный такой. Для начала спилить директора, который как всегда заболел и сейчас видимо очень болен, на работу не ходит и поэтому спилен быть не может. Потом пытаются перенасадить там каких-то новых управленцев в бюро, которое занимается платными услугами. В общем, явно что-то происходит. Жулик не воруй! Ату в прошлом году заработало 25 миллионов гривен и даже 5 миллионов отдало в городской бюджет. По всему понятно. Тема жирная. Видите? Работает. Пока там суета, билборды падают. Хорошо хоть не на людей. На фуру на прошлой неделе упал билборд. Кто хорошо работает, тот, по-видимому, хорошо отдыхает. Вот, например, судья Эдаменко Сергей Владимирович на днях прекрасно выступил возле спортивного клуба «Восход». Отдых задался настолько, что приехали помогать полицейские, а он им там начал корочкой размахивать, дескать, неприкосновенен я. Ну, его все равно свинтили, упаковали и куда-то повезли. Вот раньше бы один звонок все решил. На набережной Ленина, бывшей набережной Ленина, теперь она Сечеславская, на днях оборвался трос в лифте. В ужас пришла пожилая женщина, которая в этом лифте перемещалась. Свежевысаженный десант Забебы обнаружил лифт работающим. Несколько дней Забеба напряженно звонила в лифт-ремонт. И не дозвонилась, трубку не берут. Мы заехали к бабушке, спросили у нее пару комментариев. Бабушка в полном порядке, кушает компот, но теперь ходит пешком, потому что на лифте она больше ездить не хочет. Испужалась, старушка. Массировано откручивают колеса по всему Днепропетровску. Граждане, полиция наркоманов гоняет, но вы на всякий случай за своими тачками присматривайте и по возможности на ночи, где попало, не оставляйте. Чумачечая весна, и нам не до сна. Ребята из Зова замутили прекрасный эксперимент. Взяли и запарковали свой автомобиль в одну из центральных парковок. Тут же образовался мужчина с печеночным загаром на лице и попросил у них 10 гривен. Они 10 гривен дали и тут же углали свою собственную тачку. О чудо, парковщик тоже куда-то исчез. Ну и о хороших новостях. На сайте Горсовета обнаружен городской бюджет. Все айда читать там полным-полно интересного. Людишки! И второе. Мэр города Днепропетровска Борис Филатов с официальным визитом посетил Краснополье. Наталья Демидова встречала в Краснополе Бориса Альбертовича. В Краснополе проблем не в проворот. Срочно требуется вмешаться и навести порядки. По этому поводу тут же был собран специальный созыв специальных чиновников, где все получили по разнарядке на работы в Краснополе. Это надо будет делать не завтра, а еще вчера. Ну а если серьезно, проблемы Краснополе нас конечно же волнуют. Даст бог, все получится. Что это? Спросите вы. А мы вам ответим. Это интерактивное Фрегак ТВ телевидение. Каждую неделю среди подписчиков нашего канала на ютубе мы будем разыгрывать такую одну, а может быть и две. Поэтому подписывайся прямо сейчас.